МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габиша. Вначале о некоторых темах выпуска. В крае прошел всекубанский субботник. В Сочи основной акцент сделали на городские кладбища. В торговых центрах создадут пожарные бригады из сотрудников. Об этом стало известно на Совете по поддержке предпринимательства. Сочи присоединился к мероприятиям в поддержку аутистов. Более того, на курорте усилят работу по раннему выявлению этого расстройства. Вожатых для летних дворовых площадок Сочи подготовят специалисты Орленка. В городе стартовал новый проект. Шесть тысяч кубанцев пополнят ряды вооруженных сил страны. В Краснодарском крае начался весенний призыв. О подготовке молодых людей к службе в армии шла речь на встречу Вениамина Кондратьева с начальником регионального военного комиссариата. Новобранцы из Краснодарского края считаются одними из самых востребованных. Они несут службу в самых различных войсках, в том числе и в президентском полку. В подготовке будущих солдат на Кубани уделяется особое внимание. Многие из них обучаются по программам на базе ДОСААФ. Для молодежи призывного возраста служить в вооруженных силах является не только долгом, но и почетной обязанностью. Это принципиально важно, что сегодня мы сохраняем эту традицию. Отдать долг Родине. Для того, чтобы в жизни чувствовать себя настоящим мужчиной и патриотом, человеком, который на самом деле всегда, в любой момент может встать на защиту рубежей нашего Отечества. Именно такой подход сегодня максимально реализуется в политике края. Я думаю, что и в этом году тоже молодежь будет максимально подготовлена к службе в жирных силах. Все вместе мы сегодня вносим, я уверен, достойный вклад в обороноспособность нашей страны, нашей державы. Не надо никому доказывать сегодня, что призывники с Краснодарского края являются самыми востребованными в вооруженных силах России. И на самом деле достойно представляют нашу Кубань, Краснодарский край вооруженных силах. На Кубани сегодня готовят специалистов для военно-морского флота, десантных вооруженных войск, формируют спортивную роту в Сочи. А не так давно в крае начали набор в подразделения Росгвардии. Мы начинаем комплектовать в том числе и уже подразделения Росгвардии. Первая группа, 28 человек, в 2017 году мы направили уже. И в этом году весной планируем еще 33 человека направить, конкретно где формируется подразделение нашей Росгвардии. То есть это подразделение будет десанцироваться на территории Краснодарского края. Служить в армии стало модно, отметил глава регионов. Подтверждение этому начальник военного комиссариата края Сергей Пуляковский привел некоторые цифры. В прошлом году больше 170 молодых людей выбрали службу по контракту вместо срочной службы. А 3000 кубанцев повторно заключили договор. Кроме того, с каждым призывом у колонистов становится все меньше. Этому способствуют и некоторые изменения в законодательстве. Если, к примеру, молодой человек раньше скрывался от службы вооруженных сил, 27 лет, когда он уже находил предел, он прибывал в военный комиссариат. Военный комиссариат был обязан ему выдать все равно военный билет. Просто там не служил и все. То сейчас, если он до 27 лет скрывается, прибывает военный комиссариат, ему вместо военного билета выдается справка. В этой справке написано, не служил, не имея на то законных оснований. Всего в прошлом году на службу в армию отправились почти 12,5 тысяч кубанских призывников. Около тысячи из них – это казаки. В Денской приступили к благоустройству главного районного парка. Во время всекубанского субботника зеленую зону очистили от мусора, убрали сухие ветки и листву, высадили несколько десятков новых деревьев. Порядок в Комсомольском парке вместе со станичниками наводил Вениамин Кондратьев. На субботник глава региона пришел вместе с детьми. Сыном и дочерью губернатор высадил липы вдоль центральной аллеи. За благоустройство именно этой территории в районе проголосовало большинство жителей. Самые приоритетные для муниципалитетов проекты по всему краю определяли в день выборов президента страны. Программа показала на практике, как она работает. Это люди, жители Денской, выбрали место благоустройства номер один – Комсомольский парк. Что сегодня мы все вместе и делаем. То есть мы возвращаем когда-то легендарному Комсомольскому парку вторую жизнь. Мы делаем большое дело. Я уверен, что кто сегодня пришел на субботник, они просто еще раз подчеркнули, что мы одна огромная, как я сказал, кубанская семья. Еще полтора года назад была здесь заброшенная территория. Очень приятно, что быстро восстановили этот парк. И очень приятно, что люди видят, что здесь изюминка. Это наша изюминка будет. И все с радостью приходят и хотят восстановить, как это было много-много лет назад и сделать парк красивым. В субботник в Комсомольском парке превратился в настоящий праздник. Звучала музыка, всех желающих угощали выпечкой. После генеральной уборки парка за чашкой чая из самовара Вениамин Кондратьев пообщался с местными жителями. Разговор в основном шел о дальнейшем преображении зеленой зоны. Сейчас работы по благоустройству ведут в первой очереди, ко второй приступят уже летом. Всего парк будет площадью больше 13 гектаров. Планируют увеличить количество детских площадок. Глава региона поинтересовался у станичников, какой они в дальнейшем видят эту зону отдыха. Чтобы парк был живой, карусели должны появиться 100%. То есть места отдыха для семей, кто с детьми придет, для деток площадки должны быть. То есть он должен ожить. То, что мы его облагораживаем с точки зрения зеленых насаждений, это правильно. То есть мы сохраняем тем самым парк, но просто как зеленую зону. А чтобы он стал парком, нужно еще много очень потрудиться и вложить в него. Вот вы как на это смотрите? Или вот так оставить, как есть? Соотношение нашего водоема, спортивных комплексов, детских площадок, это должно быть душой станицы. И, соответственно, отдыхом для селян, не обязательно для спортсменов высокого уровня, а то есть для нас, жителей станицы. Главе муниципалитета Вениамин Кондратьев поручил разработать детальный проект благоустройства парка, который после вынесут на публичное слушание, чтобы зеленую зону облагораживали с учетом мнения местных жителей. Галина Моисеева, телекомпания, ВКТ. В Сочи также прошел субботник. Жители города убедительно просили навести порядок на своих придомовых территориях и накануне Пасхи посетить могилы своих родственников и там тоже убрать. Но, к сожалению, мало кто откликнулся на призыв городской администрации. Вот, например, порядок на кладбище на Дагомысской наводили сотрудники муниципалитета. Кладбище на Дагомысской старое и, конечно, много могил уже забытых. То ли родственников уже нет, то ли живут не в Сочи. Поэтому сотрудники муниципалитета взяли на себя такую инициативу и в местах общего пользования навели порядок. Покрасили заборы, скамейки, подрезали кустарники, ветки деревьев, вычистили тропинки. Первый заместитель главы города Могдин Чермит лично поблагодарил каждого за помощь в наведении порядка. Мы призываем всех сочинцев выйти на улицы города, выйти в свои дворы, навести порядок на придомовых территориях, покрасить входные портальные двери, очистить от наклеек водосточные трубы. Ну и, конечно, основная задача перед священным праздником Пасхи – навести порядок на могилах своих родственников. К сожалению, активности не наблюдается. Это очень и очень плохо. Традиционно порядок на кладбище наводится в канун Пасхи. Для уборки на местах захоронения близких сочинцы могут получить в прокат необходимый инвентарь – грабли, метлу, ведро, лопату. Услуга эта предоставляется администрации кладбища любому желающему бесплатно. Нужно только иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Вопрос граждан – это убрать могилу родных и близких и вынести мусор в места для сбора. Оттуда подрядной организацией будет осуществлен вывоз. Вопросов с этим никаких. Но, к сожалению, у нас есть такие случаи, что граждане наводят порядок на могиле своих родных и складывают мусор на соседнюю могилу. Это недопустимо, считает администрация кладбища. Да и по христианским традициям святой долг – оберегать и почитать могилы своих предков. Здесь у меня мама кокоится, на другом кладбище муж лежит. Так что никуда мы не денемся. Если будем помнить мы могилки, и нас будут помнить дети. А тем, что мы не убираем, не приходим, не проведываем наших родных, мы детям даем плохой пример. В этом году воскресенье Господне отмечается 8 апреля. У сочинцев есть еще неделя, чтобы привести в порядок места захоронения близких перед праздником Пасхи. Елена Овсицына, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. Также сегодня стало известно, что 17 апреля на Кубани станет нерабочим днем постановления, подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Традиционно это связано с Радоницей и Родительским днем. У православных именно в этот день принято посещать могилы усопших родственников. К другим новостям. Ситуацию с паводками обсудили на уровне края. По видеоселектору прошло совещание под председательством вице-губернатора Андрея Алексеенко. Глава города Анатолий Пахомов доложил, что в Сочи ситуация под контролем. Потопленных населенных пунктов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. По прогнозам синоптиков, обильных дождей в ближайшее время не предвидится. Тем не менее, к таянию снега в горах и дождям. А значит, и к выходу рек из берегов надо всегда быть готовыми. Самые опасные в этом плане реки Западной Дагамы, Скепша, Мацеста и Кудепста нуждаются в постоянной очистке, потому что проходят вблизи жилых зон. Но порой делать это мешает разная зона ответственности. Об этом доложил мэр Сочи. Мы чистим реки, исключительно вводя чрезвычайную ситуацию. То есть решением КЧС города это делаем. И просим, в принципе, на Кепшу предусмотреть финансирование река Краевая. Мы на будущей неделе обязательно соберемся с главой муниципальных образований и уже определим дальнейший порядок функционирования в этих рейхах. Если вы помните, но я просто сейчас не для всего края. Это у нас ряд муниципальных образований, в том числе Сочи и в том числе река Киншин. Также к паводкам должны быть готовы все городские службы. В Сочи, напомню, регулярно проходят тематические учения. Все нерубки, порядка. 144 пассажира. Авиакомпания летом также будет выполнять прямые рейсы Актау-Сочи. Полеты будут осуществляться с 4 июня по понедельникам и четвергам. С запуском нового направления международный авиаперевозчик предложит жителям Сочи и соседних регионов удобные стыковочные рейсы через Астану и Актау в другие города Казахстана. Подразделения туристической полиции появятся в города, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Сейчас такое подразделение успешно работает в центре Москвы. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение создать подразделения туристической полиции в города, где будут проходить матчи Мундиаля. Согласно решению министерства, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы в пределах существующих штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции, говорится в сообщении ведомства. Сотрудники новых подразделений будут патрулировать места массового скопления людей, помогать туристам в случае возникновения трудностей и принимать обращения о совершенных правонарушениях. В Сочи мотоциклист перелетел через остановившуюся на дороге машину. Авария произошла в субботу на перекрестке улицы Пластунская и Кипарисовая, сообщает блокнот Краснодар. Легковой автомобиль поворачивал налево, но не стал завершать маневр, уступая полосу мотоциклисту. Однако водитель легковушки не рассчитал и выехал дальше, чем нужно было для проезда байкера. Мотоциклист же, в свою очередь, выбрал небезопасные траекторию и скорость. Он не успел среагировать на появление машины и, врезавшись прямо в нее, перелетел через легковушку. Байкер получил травмы, но остался жив. Координационный совет по поддержке малого и среднего бизнеса при главе города был посвящен теме безопасности. Глава Сочи Анатолий Пахомов отметил, необходимо тщательно проанализировать результаты проверок крупных торговых объектов. Сейчас в торговых центрах проводятся масштабные проверки на предмет безопасности. Проявляется пожарная сигнализация, входы и выходы из здания, наличие огнетушителей и подготовки персонала на случай экстренных ситуаций. Но, в первую очередь, безопасность людей зависит от тех, кто организует свой бизнес. К сожалению, многие подходят к нему с точки зрения получения быстрой прибыли. Мы, конечно, очень надеемся на то, что бизнес должен быть порядочным. Но, как показывает практика, то доверяй, доверяй, но проверяй. К сожалению, мы очень рано подумали о том, что бизнес будет действительно отвечать за свои поступки. Пока нет. Мы видим, что и у нас это явно видно, что бизнес старается заработать. Глава города просит предпринимателей подойти к вопросу пожарной безопасности неформально на бумаге. Да и многие из них действительно напуганы случившимся в Кемерово и сами просят проверяющих прийти с проверкой. Не против и чему-то новому научиться. Есть уже предложение по созданию в крупных торговых центрах мобильных пожарных бригад из числа сотрудников. Для того, чтобы они понимали, какие обязанности у них есть, они могут принимать участие в бесплатных семинарах, которые проводятся на территории торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленная палата всех оповещает об этих семинарах. Там ведет этот семинар представитель МЧС. Он информирует о том, как надо бороться с захламленностью, как необходимо обеспечить противопожарные выходы и так далее. То есть у нас планируется даже создание противопожарных бригад на объектах бизнеса. Подняли на Координационном совете и тему подключения к водоснабжению объектов бизнеса. Если у кого-то из бизнесменов возникают с этим проблемы, они могут обращаться в Центр поддержки предпринимательства на Кубанской, 15. Там оперативно помогут решить все вопросы. Елена Авсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня один из Олимпийских дворцов Сочи, как и Пизанская башня, Великая пирамида в Гизе и статуя Христа в Рио-де-Жанейро, примет участие в акции «Зажги синим». В честь Всемирного дня распространения информации об аутизме. Адлер-арена, как и другие достопримечательности по всему миру, загорятся синим цветом в поддержку людей с аутизмом. Символическая акция запланирована на вечер. А вот в первой половине дня в администрации города состояло заседание круглого стола, за которым чиновники и родители обсудили проблемы и достижения в работе с детьми-аутистами. Собираться в таком составе 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, это уже традиция. Руководители общественных организаций, представители городской администрации, отрасли образования и здравоохранения обсуждают все проблемы, которые возникают у семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. А меньше вопросов не становится. Впрочем, как и самих детей с этим диагнозом. Еще два года назад таких особых детей в Сочи было меньше в два раза. Сегодня на курорте проживает 128 детей-аутистов. Больше их стало за счет приезжих. 27 ребят учатся в школах, 35 посещают детские сады. Управление образования Сочи разработало образовательный маршрут для школьников с расстройством аутистического спектра. Врачи же сформировали дорожную карту по профосмотрам и обследованиям. Особое внимание – раннему выявлению аутизма. К слову, помочь врачам детских поликлиник в этом вопросе могут и специалисты психологии. Неврологического диспансера Сочи. Давайте тоже инициативы вносить, какие-то совместные делать семинары, куда приглашать наших специалистов и ПМПК, и родителей, и педиатрическую службу, где ваши специалисты расскажут про основные признаки, которые мы можем различить до года. Я педиатр, я отвечаю конкретно только за это. А за то, что я могу пропустить ребенка с аутистическим спектром, у меня душа не болит. Вот это плохо. И потом мы получаем уже 4 года неговорящего ребенка без запущенного. Вводим дополнительные регламенты для нашей педиатрической службы с тем, чтобы у нас вся система работала на раннее выявление. Раннее диагностирование аутизма, надлежащее обследование и терапия имеют жизненно важное значение для дальнейшего развития ребенка. Впрочем, как и реабилитация. Для этого в Сочи работает досуговый, к слову, бесплатный центр «Особое детство». Помещение для занятий выделил муниципалитет. Нам помогли там сделать прекрасный ремонт, который был сделан за счет бюджета городского. И помимо этого глава города Сочи побеспокоился о том, что мы в прошлом году участвовали в конкурсе некоммерческих организаций социальной направленности. И мы получили субсидии на покупку оборудования, инвентаря и расходных материалов, которые нам сейчас дают возможность иметь прекраснейший центр, которому могут позавидовать даже столичные центры, платные. 80% воспитанников центра, который работает на улице Макаренко, 24 – это дети-аутисты. Социализируются здесь и юные сочинцы с синдромом Дауна, ДЦП, с умственной отсталостью и нарушением речевого развития. Здесь готовы помочь каждому ребенку, впрочем, как и самой семье, которая с появлением особого ребенка также становится особой. Вожатых на летних дворовых площадках Сочи подготовят специалисты «Орленка». В городе стартовал новый проект «Школа вожатых». Занятия уже начались. «Школа вожатых» – новый проект, организованный для обучения волонтеров, которые работают летом на детских площадках курорта. Таких в Сочи – 145. Наполнить их содержанием, сделать привлекателями для юных сочинцев – основная задача. Спикерами на лекциях «Школы вожатых» выступят педагоги СГУ, представители российских студенческих отрядов «Орленка», «Российского союза молодежи». Каждый год мы ищем новый формат, как наполнить новым содержанием, как сделать площадки наиболее привлекательными для наших детей. Нам нужны образовательные программы, нам нужны программы, развивающие для детей, нам нужны программы, сориентированные на патриотическую направленность. Мы очень надеемся, что ребята, которые сюда приехали, тоже заинтересованы в том, чтобы качественно уметь работать с детьми, подростками и с разными категориями населения. Мы готовы рассказать некоторые секреты. Занятия в новой школе продлятся почти два месяца. За это время более 200 волонтеров-студентов узнают, как правильно организовать досуг детей, как создать команду, стать лидером, а еще научатся технике безопасности и основам первой медицинской доврачебной помощи. Мы должны будем заниматься с детьми, обеспечивать активный досуг и отдых. Лично для меня это новая возможность узнать что-либо, поучаствовать активно в жизни города, заинтересовать деток. По окончании школы вожатых слушатели курса ждет экзамен, им предстоит защита проектных работ. В Сочи поздравили работников культуры. Сотрудников всех культурных сфер курорта пригласили в городское собрание. Лучших отметили наградами и благодарственными письмами главы города. Единственный день в году, когда они в праздник, не на работе. Сотрудники сферы культуры – почетные гости на торжественном мероприятии. В зале собрались лучшие учителя музыки и изобразительного искусства, директора и работники домов культуры, музеев и библиотек. В сфере культуры города Сочи трудится более 2,5 тысяч человек. Это не просто праздник, это дань нашего безмерного уважения всем тем, кто сеет разумное, доброе, вечное. Более 70 лучших отметили благодарственными письмами от Управления культуры города и городского собрания Сочи. Заслуженных и почетных работников отрасли наградили медалями. Прага почета, признания и почет сочинцев награждается грузнецом Виктор Васильевич. Отзываясь, ведущий мастер-соро, вызывает в автономную территорию культуры сочинского концерта, директора, директора, директора. В Сочи город-праздник, как отметил Анатолий Пахомов, спрос на проведение масштабных культурных мероприятий увеличивается с каждым годом. И даже такие знаковые объекты, как Зимний театр, порой не могут вместить всех гостей. Поэтому глава города предлагает развивать и реализовывать культурные проекты, задействовав для этого новые культурные площадки. Например, здание бывшего кинотеатра «Стерео» можно было бы использовать не только народным избранникам для заседаний. Например, этот зал, видите, замечательный, козырный, можно сказать, колонный зал. И он должен, чтобы здесь каждый вечер проводились какие-то классические, может быть, просто вечера, кому за 30, кому за 50, кому за 70. Вечера друзей, вечера встречи друзей. То есть задача состоит в том, чтобы мы наполняли культурной жизнью каждый микрорайон города. О том, что о всестороннем развитии задумывается все больше сочинцев, говорят цифры. Более 6,5 тысяч детей заняты творчеством. Музыкальные, художественные школы, танцевальные кружки заполнены. Открываются дополнительные наборы. Соответственно, растет необходимость в новых площадках. Одно из решений – капитальная реконструкция ветхих зданий, десятки лет стоявших в запустении. Совсем недавно был восстановлен Центр национальных культур микрорайона КСМ. Новое творческое пространство появится и у адлерских художников. По поручению главы города в художественной школе откроют новый корпус. Это значительно, конечно, даже невозможно себе представить, насколько это улучшит наши условия. Сто человек, которые у нас стоят в очереди, получат возможность обучаться в школе. Осталось подписать документы в Министерстве строительства края. И таких проектов, которые в Сочи предстоит воплотить в жизнь, более 20. Но это планы муниципалитета до 2032 года. Сейчас же задача работников культуры – организовать теплый прием гостям чемпионата мира по футболу. К репетициям творческие коллективы уже приступили. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Увидеть своими глазами и сделать правильный выбор. В Сочинском институте Руден прошел день открытых дверей. Для абитуриентов ВУЗ приготовил обширную программу с демонстрацией всех возможностей одного из самых авторитетных учебных заведений курорта. Расскажет Ольга Десятого. Презентация основных направлений обучения, информация о правилах приема и мастер-классы экспертов движения WorldSkills. День открытых дверей в Сочинском институте Руден собрал школьников со всего края. Здесь ведут обучение по более чем 20 программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования. Так, помимо профессии юриста, экономиста, эколога или, например, журналиста, здесь можно отучиться на повара, дизайнера, программиста или парикмахера. Университет Дружбы народов активно продвигается в развитии WorldSkills. Так, наша студентка, 16-летняя Мария Нежданова, уже является победителем второго места на отборочном чемпионате WorldSkills Краснодарского края. В каких условиях учатся студенты, в каких лабораториях и на каком оборудовании проводятся практические занятия, все это школьники увидели своими глазами, а еще почувствовали яркую атмосферу студенческой жизни. Мне довелось стать участником общеобразовательного российского форума «Территория смыслов на Клязьме». Там люди представляют свои проекты и получают гранты на их реализацию. Сейчас я готовлю свой проект, чтобы побывать там снова. Сочинский институт РУДЭН – один из авторитетных вузов на курорте. О качестве образования говорит то, что его выпускники работают на ведущих предприятиях не только Сочи, но и всей страны. Студенты, находясь на практике как биологи, физиологи, они буквально чуть ли не с первого шага, с первого курса внедряются, входят в состав научных коллективов, научно-исследовательских институтов. Например, такой институт, как медицинская приматология. Я смело и гарантированно могу сегодня вам сказать, что все студенты имеют 100% гарантию получить хорошую, высокой квалификацию работы. День открытых дверей в Сочинском институте РУДЭН посетили несколько сотен школьников, и большинство из них уже сделали свой выбор. Я решила, что буду поступать в Сочинский институт РУДЭН, потому что я хочу получить качественное образование, не покидая свой любимый город. А уже 20 апреля Сочинский институт отметит свое 20-летие. К юбилейной дате РУДЭН готовит обширную программу для абитуриентов, студентов, гостей, друзей и партнеров. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.